Особенность новых индустрий является способ нанесения индиционных знаков. Если фарминдустрия с лекарственными препаратами это метод прямой печати, то в новых индустриях это чаще всего этикетка, которая обладает свойством отклеивания. Что это значит на практике? По факту это значит, что и производители и все участники оборота должны поддерживать процессы эмиссии кодох-маркировки, соответственно от заказа до подтверждения активации. Как к этому подступиться, к этим процессам? Первое, необходимо оценить реальные товаропотоки с точки зрения контакта с потребительской упаковкой, смоделировать эти процессы, получить какую-то статистику, дальше уже делать выводы. Так, например, в шинной индустрии количество маркетинговых этикеток, доходящих до потребителя, около 70%. В то же время статистика подскажет, в каких логистических звеньях целесообразно внедрять в процессы дополнительные эмиссии. Собственно, там, где больше всего происходит потерь, там и следует на первых порах внедрять эти процессы. Очевидно, что стоимость обслуживания второстепенных бизнес-сценариев, таких как эмиссия, дороже, чем ключевых. Поэтому важность контроля за обращением маркированного товара и считыванием возрастает. Но даже эти меры не отменяют планы Б. Всегда будут присутствовать такие розничные игроки, либо мелкие, либо среднего размера, которые не готовы ни экономически, ни технически поддержать этот процесс. Поэтому будет происходить обратный ток немаркированного товара в сторону более крупных поставщиков, где уже будет решаться их дальнейшая судьба. Важно, что этот процесс также совмещается и с налоговой прослеживаемостью ГТД. Но об этом мы поговорим позднее. На мой взгляд, в первый год-два будут присутствовать на рынке гибридные схемы, где процессы этикетирования будут поддерживаться как на РЦ, так и в торговых точках. Дальше реальная отладка процессов покажет, как экономика на бумаге, бьется с эргономикой и технической реализацией этого процесса.